Первый этап конкурса «Благонравие праведников» проходил во всех населённых пунктах страны. Лучших знатоков книги отбирали по тестовым заданиям. Пришли участвовать как взрослые, так и дети. Каждому конкурсату предоставляется ручка и лиски с заданиями. Наличие шпаргалки, книги и телефонов строго воспрещается. Остаётся рассчитывать только на свои знания. На местах проведения конкурса соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Участники обрабатывают руки, надевают маски. Во время проведения конкурса за порядком следят волонтёры. Сегодня у нас конкурс проходит в виде тестов, 30 вопросов. Максимально упрощен первый этап, чтобы все, кто хотят, на местах могли принять участие. Во второй этап уже будут проходить каждый десятый участник данного конкурса. Конкурс проводится для всех, без каких-либо ограничений. Принимают участие люди других конфессий, а также люди с ограниченными возможностями. Не зрячим зачитывают вопросы волонтёры. Как сейчас нормально идёт? Какой вопрос? 22-й, да, уже? Машалам, машалам. Говорит, пусть Аллах поможет. Да, Аллах, что ты выиграл. Для участия в конкурсе с женщинами организованы отдельные помещения. Первые участники начали подходить после 9 утра. В течение 40 минут они отвечали на вопросы. После 40 минут все работы были сданы. Сейчас проходят итоги конкурса с нашими волонтёрами. В конкурсе всего приняли участие около 15 тысяч человек со всей страны. Один фиолетовый, другой розовый. Фиолетовым я выделяла высказывания людей, а розовым термины. С арабского на русский, чтобы знать. И потом уже в этой книге читала конкретно то, что выделяла, так намного легче. Вайфхак, если что. Конечно, хочется выиграть, но, как папа говорит, главное участвовать и для параката что-то. Любого, для каждого человека, вне зависимости от какого-то статуса, это очень полезная книга. И плюс, наверное, в том, что она является на сегодняшний день, какие есть у людей болезни, душевные болезни, она именно это раскрывает. Второй этап конкурса пройдёт 15 августа в городах и районных центрах. Финал запланирован на 22 августа. Организатором выступает муфтият региона. Духовенство преследует одну цель – улучшить нравы населения. Наш муфти Ахмад Афанди, которого знают как благонравного, как мягкого человека, составил данную книгу, собрав из более чем 30 источников, чтобы приобщались к благому нраву. И уже, будучи носителем благих нравов, воспитывали других, семью, родных, близких. Изучение истинных духовных ценностей, формирование правильного мировоззрения в умах нашего населения будет способствовать дружбе, единству, которым всегда отличался наш народ, народ нашей великой страны. Лучший знаток книги «Благонравие праведников» получит ключи от квартиры в Махачкале. Призёров также ожидают ценные подарки. Но самое главное, отмечают организаторы, участники унесут с собой бесценный багаж знаний.